Боже, милостью будет помогать. 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 Ибо кости мои потрясены, душа моя сильно потрясена, ты же, Господи, доколи. Обратишь, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Ибо в смерти нет пометования Тебе, во гробе, кто будет славить Тебя. Утопляя воздыханиями моими, каждую ночь омывая ложные, Слезами моими ночами постельные, и словно от печали окна моя, Обрешала от всех твоих окна, удалитесь от меня, все делающие беззаконие, Ибо услышал Господь голос плаченного, услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою, да будут постыжены, Ибо скоро прожжены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Слава Всесвятому Святому Духу, и миленькая весна, приводитель и по хаминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобой, и избах меня от зла, и пусть будет во мне Твое время. Дай мне, не подтвердяйся суждения, ты, мои недостойные уставы, свалить Святое имя Твое Отца и Сын, и Святого Духа, имени и всегда его битвы и похони, восстав от сна. Я, Боже, в день ночи приношу Тебе песни, Спаситель, и преподавал Твой стопа, взрывая к Тебе, не дай мне уснуть греховной смерти, но сжалься до мною, добровольно распявшись, а скоро подними небескечно лежачего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве, и после сна ночного пошли мне ясно и безгрешно, надеять Христии Божии, и спаси меня. Владыка, человеколючий, встав, после сна, я спешу к Тебе, когда сирит Твоему поднимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне во всякое время, во всем избавь меня, во всякого зла в мире, от дьявольства, искушения. И спаси меня, Великий Сад, Твой Величний, Батый мой Творец и источник, и податель всякого блага. Для Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, мы не всегда и вовек, и век, и век, и век, и век. Господи, по обильной Твоей благости, по великому Твоему милосердию, Ты дал мне гробу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого братского зла. Ты сам, Владыка, Творец, Его Сущего, удостой меня присвели Твоей истины с просвещенным сердцем, исполнять Твою волю, ими, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель, Божий, сил бесплодных, и всякая плодина, и высоких небесных живущих, имирающих до земли, и наблюдающихся роса и помысок, и ясно ведущий тайны человеческие, безначальный вечный сверхнеземельник, который не оставляет затененного места на сегодняшний день. Ты сам, Бессмертный Царь, прими молени наши, которые мы в настоящее время надеясь на обильное сострадание Твоего, приносим Тебе из душистых уст, и прости нам прегрешения наши, совершенными делами, словами, мыслями, вольны, невольны, очистя нас от всякой нечистоты Плоти и Духа, и даруй нам, исходящим сердцем, с трезвенную мыслью прожить всю ночь вечной земной жизнью, и ожидание наступления светлого и славного дня. Здорово пришествия, благодарон Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общество дня придется славнодать каждому подглавному. «На найдет Он нас нележащим, весомным, но бодрствующим и милость, старшими среди исполнения запутывая, и готовим войти с Ним в радость, мужественные чертов славы, и непрестанные голоса торжествующих, и неворозимо радость, видящих с несказанной красотой лица Африна, ты истинный свет, освящающий и освящающий весь мир, и тебя воспевает все Творение, век и вечный мир. Аминь. Святый Ангел, поставь неблестимую бедную душу, несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, не наступи от меня до него сдержанного, не дай возможности злому демону починить мне себя посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Транитель и Покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во всей дни моей жизни. Если я чем-то грешил в прошедшую новую, ищу ты меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы не проделать Бога никаким грехом. И молись мне ко Господу, чтобы Он продлил меня в страхи Своей, садил меня рабом, нестойным в Своем месте. Просвятая Владычица Моя Богородица, святыми Твоими, всесильными, мольбами, не гоня от меня ничтожного несчастного, рабатого, умения, забвения, неразумия, неразумия, неразумия. Все спермы, локовые, хуйные, промышления, токаянного моего сердца, помраченного Мама моего, и погаси пламени страстей моих, ибо я ничьи слад, и сбахнет многие губители, небось поминаний и намерений, и освободи меня от всякого злого и действия, ибо ты благословен, а от всех родов у Твоих причистое имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, и в гордите Божьей. Во моего сердца побегаем, как скорым помощником, молите Николай души снашкой, благородной Сибири и радости, благодатной морей Господь, с тобой благословенки, неразумия, благословенки, благословенки, и благословенки, и в твоего быту родилась спасительность души. Спасибо Господи людей Твоих, благослови достояние Твоих, помогая православным крестьянам, поблагодарить врагов, сохраняя силы креста Твоего, святого Твоего. Спасибо Господи, помилуй от самого духовного и дачи, батюшку Иакиму, родители, братьям, сестер, родственникам, начальникам, благодетелям, всем ближним моим друзьям, всех православных христиан, подай им твои земные небесные блага, и реши их милости твои, посети их и укрепи, и силой твоей дарю им здравить спаси на души, и благ, любящих людей, аминь. Упокой, Господи, душу высохших храмов твоих родителей и родственников, благодетельных всех православных христиан, прости им все их грехи, вольные и невольные, и дарю им царство небесное. Если ты не в покое Христе души работаешь, православных отцов и братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевности, тогда нет жизни бесконечной. Святись и святись о Новом Иерусалиме, слава Богу Господне тебе в себя, и коней не веселись о Сеоне, ты же чистая, красавица, и здоровья, и святого встанье, и рождества твоего, слава, отцу и святого Бога, и ныне и всегда и во Веке, и Бог. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Иисусе Христе, и Боже, молит ради этой чистой Твоей Матери, и подобной Богоносных отцов наших, и всех святых, помилуй нас, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, слава Тебе наш Бог и Его, Абва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваох, вся земля полна слава Его, Аллилуйя. Слава Вышний Богу на земле мир, в человеках благоволение, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою, и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне святую Библию, и указал на толкование святых отцов, как на истину, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими, и сохрани наше сокровище книги здесь и в пути. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога, мне грешен, Благодарю Тебя, мой ангел, за эту ночь и за всю жизнь. От скольких опасностей Ты избавлял видимых и невидимых, и только в дни вечности все это откроется. Аллилуйя. Прошу Тебя, мой ангел, не покинь в час смерти, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и введею навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн, креститель, претеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать, и каждому дару и жилье, и Сергею Гавриилу. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мир гликийский, чудотворец, образ крутости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья и Лисей, нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, ной, Иосиф, Патриархи, Ездраниеми, Амос, Наум, Исаия и Еремея, Варух, Иезекииль, Осия и Аилагей, Сафония, Захария, Малахи, Давид, Напан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Аврам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода того нашего отшествия не застав нас не готовыми, но чтобы вышли на встречу тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел, соделанных духе святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолу Божию и предстоящие, и вы, святые апостолы, и Петр, и Павел, и Евангелисты, Матфея, и Марк, и Лука, и Анг. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Цибинский, Устин, Философ, Космай, Дамьян, Андрей, Стратилат и Иерон, Мученик, Клемент Римский, Клемент Анкирский, Анфимний Комедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Юниами, Иосиф Борис и Глеб, дабы никто не принял начертания с веры Антихриста, и дары веры, Анфимы, Юниамины, и устаршие родители заложены в воспитании. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий и Прим Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий и Иов, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, И все перевозчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да укрепит нас Господь в Святой Православной Вере, а замысел и ретиков, развею, и что преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, фехла первомученица, Фатина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перепетой, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская Прискилла, Акилл Андроний Киюни, Киприяна Устина, да дарует Господь, послушание и молчание, целомудрие и стыдливость и женам и девам и сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя! Исправ не покорилась Галина и семей своей Евгении, Надежда, 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 Светлана, Мария и Раиса, Рыск, Марины, Юлия и Елена, Людмила, Галина и Иоанна. Аллилуйя! Слава тебе, Господи, за прошедшую ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников, и сохрани нас от всякого рода зла и греха и в этот день. Да будет между нами мир, любовь и согласие по слову Твоему. Христе Божий наш, Аллилуйя! Сохрани нас здесь, селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там, Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа, Владимира, Никиту, и почти добрых жителей, знающих закон Твой, любящих послушание с детьми, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щада, Виктора Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектина и Рашид, и дело общее наше. Возри на врагов, не дай им погибнуть в ожесточении, закрой их лживые уста, а открой только для словословия Твоего святого имени. И примири их с нами, и в судный день не помяни их безумия, благослови благодетеля Елены, Евгения, Евгения, Наталья, Максима, Владимир, избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря, Аллилуйя, прострит твою исцеляющую десницу болящим Сергея, Александра, Александра, Анну, Валентину, Валентину, Калере, Антонина, И нас помилуй, милости твоя ради, Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо все свое время окажется на пользу, Аллилуйя, путешествующих, Раису, Льва, Людмилу, благослови, отступников найди всех, Николая, Михаила, ты их знаешь, не дай им погибнуть, Господи, Александру, спаси, и помилуй, Дмитрия, Марину, Чадых, Валентину, Алексея, Валентину, Надежду, Наталью, Марину, Дмитрия, 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 Олега, Алексея, Александра, Александра, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия, и с кем познакомили всех, их благослови, дабы слово, возвещенное им, дало добрый плод, Аллилуйя, благослови, Господи, и помилуй, Митрополита, Иллариона, Епископа, Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священна Рякина, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Авросия, Вадима, Засима, Литя, Андрея, Максима, Владимира, Дай нам еще священника, если угодно, смири власти воинства их, и через них сотвори благое от церкви твоей Владимира, Димитрия, Александра, Дональда, Рамзама, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, Идаруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас цените это доброе, мирное время, и приготовь народ к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступление от тебя, Христе Боже наш, Аллилуйя, сохрани это наше сокровище, сайты, корму, все, что есть для других, приходящих, и благословище трудящихся, Майя Игоря, Юлия Дмитрия, Игорь, и Гаврия Игоревна. Аллилуйя, слава тебе, Боже наш, слава тебе, найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, Аллилуйя, Слава тебе, Боже наш, слава тебе, сохранись ей место, где мы можем преклонять колени пред тобою, а брати, Тимофея, Тимофея, Мартина, Александра, найди, противящихся истине твоей, не дай им погибнуть, Герману. Аллилуйя, слава тебе, Боже наш, слава тебе, за великие и незрещенные милости твои, Христе, Боже наш, и прими нашу молитву воздьяния рук, как жертву вечерней благоухания, приятной перед престолом благодати твоей, Боже, и услыши, и исполни молитву всех молящихся о нас, во благо нам, и соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся тебе на небе и на земле, услыши и исполни нашу молитву, Господи Божий наш, о всех, заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй, Аллилуйя, говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб твой. Аллилуйя, доброе утро, доброе утро, Христос воскрес, сразу, Истину воскрес, Сережа, ты здесь, нет, Сергей? Да, замечаний много идет за то, что глухой голос, у тебя далеко микрофон, может быть, как-то тебе пристроить на табуретке, когда говоришь, что было ближе, я много, только на память молитвы знаю, далеко, почему, когда в студии говорят, у них бухов буквально воткнутые рядом, что-то забулькало там, когда отче наш считает, отче наш, то избави нас от лукавого, это не точка, дочитывай дальше, так как у нас в храме есть, как написано евангелиста Матфея, в шестой главе, ибо твое есть царство и сила и слава вовеки, аминь, вот эти слова никак не бросать, а они прямо здесь, прямо по Евангелию считаем, и вдруг их отрывают, священники искажают, добавляют отца и сына и святого духа, у нас считали молитву Иисусова, все это мы отменили в прошлом, читаем точно так, как Христос сказал, потому что грозные угрозы тем, кто искажает Слово Божие, это притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих, не прибавляй, царозаконник говорит, не убавляй, дабы я не обличил тебя, и ты не оказался лжецом, то есть это уже наша молитва, на лжец в озере Огненном, то есть за этим целая цепочка идет, мы православно не приучены к точности исполнения, чтения Слова Божия, и поэтому я просто говорю пока, а Господь-то и когда начинает учить, то оно больно бывает, все услышали? Держите этого, сегодня мы продолжим еще тему, у меня так и называется, и так бодрствуйте, на молитве бодрствовать, и в жизни бодрствовать, потому что везде подмена, дьявол все подменяет, вот считаем житие святых, и там говорится, иногда говорят, люди говорят, ничего не зная, а житие святых можно узнать, вот есть такой ролик здесь, пение ангелов на Афоне, посозредите, и там увидите, как один паломник услышал пение, а сам проспал, побежал, а храм закрыт, и пение идет, красивое, и он как-то приподнялся на подоконник, как-то что-то такое-то, и он побежал за магнитофоном и записал там через стекло, как поют ангелы, это ангелы ночью в храме воспевали Бога на Афоне, было или не было, ну, комментирует один священник, и говорит, ну, тут несколько вариантов, ну, что было записано на магнитофоне, мы слышим, это распев там какой, их там 8 распевов, я не знаю, сколько у греков там, старинный распев, и тут только так, что люди зашли, опять закрыто, тогда остается ангелы или демоны, он говорит, демоны петь не могут, демоны не могут петь, он говорит, и ни одного опровержения, за сколько там, может быть, 10 лет больше, ни одного опровержения нету, ну, как так не поют, откуда он узнал, что они не поют-то, он жития святых не считал, пусть прочитает про Авраамия, жития святого, и написано, ангел поет, и демон поет, демоны, подпевались святым, и они приходят на богослужение, ни одного богослужения, ни одной литургии нету, чтобы там не присутствовал сатана, считаем, жития Макария, египетского, это все я беру из жития святых, ничего своего не добавляю, и поэтому, что сказать, я не знаю, как ответить, лень был этому священнику прочитать, или, что он там, отвергал, ну, нельзя сказать, но главное, что не правду сказал, поэтому, мы к житиям неоднократно обращаемся, потому что, мы только из жития узнаем, как умер Петр, как умер Павел, о Богородице, как она жила, как она проповедовала, где она была, где почила, это мы только из жития святых узнаем, и просто так одной рукой отмахнуть, как сектанты, ну, в конце края не будет, вот саддукеи, там эти, самаряне, они отбросили, все, псалмы, ни один псалом не читали, ну, явное дело, что их обличать, совесть уже не будет в этом, оставили только Тору, пяти книжек Тора, а все остальное, там, называется Танахи, по-еврейски, и Танаху отбросили, а Господь, когда считаем, Евангелие от Луки, и он укорял учеников, за неверие их, когда они шли, и приводил доказательства воскресения, из закона, пророков и псалмов, все, не надо разбивать, там, на десять частей, что-то, вот, на разные, три части, три, закон Тора, пяти книжек Моисея, это бытие, исход, левит, второзаконие, и последнее, там, число и второзаконие, вот, ну, а дальше пророки все, да еще, не все пророков понимают, принимают как, но нужно принимать то, что у нас принято на соборах, люди, которые отрицают православие, они пользуются Библией, не знаю, что Библию, это как раз и собрали в один кодекс, книгу-то и Новый Завет, и прочее, православную, вчера спрашивают меня, а где православная, возникло слово православное в 18 веке, ну, то есть, бред, и есть 7 вселенских соборов, правила их, и 9 поместных, а впереди их стоят апостольские правила, ну, я занимался много, 3 года только ими занимался, переводил, симфонию составлял, я стал им выказывать, какое правило, 1 вселенский собор, правило 8, 2 вселенский собор, и называется и православным епископом, слово православный, а апостольские постановления относятся к 1-2 веку, видимо, они добавлялись там где-то, уже упоминаются, а зачем православие, отделить своих от еретиков, только для этого, ну, а как узнать, какое-то название же есть, евреи, иудеи, израильтяне, стали называться, которые колено отделили, с 10 колен, а 2 иудеи, ну, видите как, ну, просто люди не от незнания своего, и от дерзости, все это делают, говорят, а подмену сделать очень легко, надел, рясу там, какую, а как вы узнаете, как беседа, или жизнь человека, каждый день, он может лгать, или не лгать, там, вот он, настоятель у нас тут был, отец Николай Войтович, уж назову, он покойник, умер, он исполнял роль, как бы, епископа, как бы, такая власть, какая была у него, ни у одного епископа не было, ни митрополита, это мне сказал архиепископ Максим Кроха, фамилия его, как этот имел такой власть, за что, за все, что делал, как власти говорят, и поэтому, когда мы смотрим, как они говорят, мы должны знать, как делать не надо, как делать не надо, и у него служанка работала, Мария Демидовна, а мы ей помогали, она к нам приходила, она у них работала, ну, как прислугу назовут, и дети воспитывались у него, Саша, значит, и дочка его, вот, и теперь, она и говорит, за 7 лет я ни разу не видела, что он молился за стол, или за стола, вот и все, ни разу не видела, то есть, остальное все, это работа, он приехал оттуда, все подобрал, к рукам из Белоруссии, оттуда есть, Войтович, это я к тому говорю, что мы скрыться не можем, рано или поздно, это все вылезет, и поэтому настаивать надо, не на своем, а как делали святые отцы, бодрствовать надо, если тебе явился ангел, настоящий ангел, не под видом ангела, сатана, а ты не поверил, то есть, не открыл ему дверь, не стал слушать, он говорит, поклонись там, или еще что-то, то получишь только похвалу, из-за чего, из-за осторожность, за бдительность, потому что вот, чтобы натравить кого-то на кого-то, надо, ну, переодеваются даже в форму, вот эти, чеченцы тут воевали, чеченская война, и говорят, они переодевались в форму российской армии, там убивали многих, люди видели, были свидетели, говорили хорошо по-русски, там и русских хватает, это было в войну, НКВД делали, в фашистской форме, безобразничали, там на своей же территории, своих же людей убивали, чтобы люди, которые нейтральные были, пошли в партизаны, видя, что фашисты неистовствуют, вот, а фашисты тоже делали, нисколько не лучше, поэтому надо бодрствовать, и так бодрствуйте, и когда встаешь на молитву, не искушай Господа Бога, то есть, немногословь, помни о чем молился, о чем молился, не знаю, вот, поэтому продолжаем дальше, невосполнимые потери понесли, православные, но все так же намертво стоят за непонятное богослужение, и даже библейский текст, уже изданный синодом, и одобренный, и это не дозволено читать по синодальному переводу Библии 1876 года, ни Евангелие, ни послание, ни псалтырь, ни из Ветхого Завета, на русском языке, при богослужении, но вот к нам приезжает, когда местный митрополит, потеряевку, так, диакон, он считает на русском языке, как у нас принято, библейское, остальное на славянском, и так интересно, диакон-то, он привык все это тянуть, как положено считать, как Репин нарисовал протодиакона, подписал рев, зев и лупоглазие, ох и точно, здоровые протодиаконы, а этот, ну не такое, не Реп, зев и лупоглазие, ну главное, считать умеет, а по-русски спотыкается, спотыкается, ну как же по-русски-то спотыкаешься, по-славянски, ну набил это дорожку, то все, и надо считать по-русски, понятно, чтобы было, наблюдай за ногой твоей, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают, и Кристиан 4,17, худо делают, и даже не думают об этом, и кто не дает пище, понятное для души, тот не убивает ли души, вопрос, он голодом оставляет, заморил, изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу, Иоанна 16,2, и это все только от нелюбви к народу, от незнания пути спасения, отняли Христа, сокрыли, и так, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, Иаков 4,17, у меня была переписка одно время, даже можно сказать, довольно активная, его называли богословом, Лев Лебедев, он перешел в русскую православную зарубежную церковь, мы переписали, что он сильно нападал на меня, сильно за мои материалы, «Ословие» называется, вот к истинному православию книга, и там вы видите «Ословие», о том, чтобы говорить, все слова произносить, на богослужении, по-русски, и он меня там, как только мог, ну, он считает ему это можно, ну, а я кто перед ним, махоньки, но я ему говорю, вы почему по-русски-то не даете, народ еще не знает, вы народ не любите, и Бога не знаете, и не любите, я не ожидал такого эффекта от этой фразы, он мгновенно забыл, кто он, сколько он уже наговорил, против меня публикации были, публикации, в журнале зарубежном, а тут сразу, да, действительно, вы правы, Бога мы не любим, и людей не любим, вот и все, вот и кончилось, и дальше, вместо того, чтобы уверовать во Христа, прихожане зажигают нечистые свечи, и уходят во тьму навсегда, не просвещенные светом Евангелия, свечи должны быть только чисто восковые, вот у нас на пасеке, огромные такие, круги покупают, привозят они сами нам, ну и платят хорошо за это, ну а тут уже наши сестры, а они льют, выбирают батюшка, видимо, кто там живет одна, ну и проще доверие, и даже маслом, растителем, если в трубочку льется, не растительным смазать, никаким парафином, один раз большая пачка, принесли, не наши, ну я воск отдавал, одна пришла у меня мама, сама свечи льет, привезла, я вижу свечи, ну хорошие свечи, большая такой, пучок такой, я говорю, а чем мама трубочки смазывала, ну парафин у ней растопленный, там она на ватке, палочке, докажешь ты посмело, и мы всю эту пачку, то что они уже не чистые, ну можно ходить где-то, куда-то, как-то там, и ни одной свечки в храм не допустили, ну это вы уже берете лишнее, ну берем лишнее, ну и что из этого, фарисеи брали много лишнего, много, там написано, вот там руки немытые, нельзя есть, когда по базару прошел просто, да, но они породили многих верующих, фарисеи, они дали закон, ревность, апостола Павла, фарисея с фарисеем, а саддукеи, пренебрежительно относящиеся к священному писанию, ничего не дали, они породили коммунизм, фашизм, небрежение, я тебе говорю то, что неопровержимо, не проспи то, что я говорю, и взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот, горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму, но не всегда будет мрак там, где он теперь вгустел, я говорю о подмене, что разменяли понятно, непонятно, и потеряли Россию, народ, и намертво стоят в этой тьме, огустевшие, Господи, помоги, накорми народ Твой, вот такой молитвой надо молиться, кто из вас боится Господа, слушает согласно раба Его, кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа, и да утверждается в Боге Своем, Исаия 8, 22, 50, 10, Евреям 12, 18, 24, первая цифра, глава, основные стихи, известно нам, что об этом мужчине спорят везде, Деяние 28, 22, на каком языке говорит с Богом? От незнания и веры нет, и так, вера от слышания, а слышание от слова Божия, ни от видений, ни от чудес, ни от литургии, нет, ни от причастия, ни от икон, ни от крестных ходов, от слова Божия, а вера от слышания, от слышания, вот это сектанты, еретики поняли, православные не понимают, поэтому сектантство так быстро растет, там дробится, оно не Божье, динаминации, конфессии, повторяю, этих слов нету ни произносите никогда, это дьявол прикрыл слово ересь, есть православные, еретики и все, есть церковь, есть еретики, церковь, а они динаминация, конфессия, нет, а какой ты конфессии, какой ереси относишься, вот так задавайте вопрос, итак, вера от слышания, слышания от слова Божия, Риммон 10,17, итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих, камень, который отвергли строители, но который сделался главой у угла, камень притыкания и камень соблазна, 1 Петра 2,7, Луки 18,8, и благословил их себе он и сказал Марии, матери его, все, лежит сей, на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, Лука 20,34, вот некоторые, что-то начинают, маленько там, что-то узнают, и всего, я ухожу из православия, а куда пошел, да я никуда, я дома буду, ну еще одна из тех, кто только родится, больше ничего не сделаешь, вот мы ездили, когда были там католики, где встречались протестанты, ну за рубежом, там Германия, Франция, Испания, другие, Португалия, православных-то мало вообще нету, и тогда приезжаешь домой, до того дорогие храмы наши, как они выглядят, до того близкие батюшки делаются, в сравнении-то с теми, которых там ты увидишь, да по-мусульманским еще проехали, да, ну даже сравнивать не с чем, из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их, это деяние апостолов, 5.13, вот это невыполнимое сегодня, у нас это выполнимое, из посторонних никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их, Петр же апостол, в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком, деяние 24 глава, 19 стих, деяние 5.13-29, удивляет, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово превратить, то есть извратить. Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Галатам 1.7.9. И вот по житиям как это выглядит. 28 февраля, житие Святого Протерия, за февраль месяц Дмитрия Ростовского, страница 490, кавычки открыты. Пронырливый, лукавый Тимофей Элур, занимавшийся и волхвованием, следующим образом, хитро обольстил египетских монахов, живших по монастырям, или подвязавшийся в пустыне в темную безлунную ночь. Тимофей, одевшись в темную одежду, стал обходить кельи иноков и каждого называл по имени. А когда их назовешь по имени, они чуть в обморок не падают. Это ангел. Когда иноки спрашивали, кто он и чего ему нужно, он отвечал, я один из ангелов послан от Бога, чтобы вы не имели общения с Протерием, Патриархом, и не принимали бы постановление, постановление Халкидонского собора. «Епископам в Александрии вы должны поставить Тимофея и Лура». Кавычки закрыты. Так хитрый льстец при помощи демона прельстил их. Иноки же, не поняв козни и вражеских, приняли ложь за истину и рассказывали друг другу видение ангела. Согласились. Ослеплены были яростью против святого Протерия и убили его, Патриарха, зубами впивались в его тело и тело сожгли, а прах его развеяли по ветру. Кавычки закрыты. Вдумайтесь, во всей этой истории, если это сейчас на экране изобразить, как он темной ночью подходит, но его, конечно, режиссер должен высветить, и он ухмыляется, как Мефистофель, и монахи из-за двери, и как они утром теперь друг другу рассказывают, наконец-то ангел являлся. Черт, рогатый, явился! Он заставил стекты разные строить. Ангел явился. Ангел не явился. Слово Божие есть. Проверяй по слову Божию. И главное, убили. Зубами впивались в его тело, и тело сожгли. А прах его развеяли по ветру. Патриарха. Вот поэтому надо бодрствовать. От Бога это или не от Бога. Подмена. Это не еретики, а православные монахи так просто, по-детски были обольщены. Также Александрийский патриарх Феофил, гонитель святого Иоанна Златоуста, не найдя неугодных братьев долгих, нанял воинов, напоил их, и были убиты. В пещерах, в пустынях десять тысяч монахов православных. И патриарха никто даже не осудил. Десять тысяч. Это православный ирод. Примеры эти для напоминания. Следуй за Христом, а не за озлобленной бездарностью. Сколько же было таких откровений, в кавычках, так и не разгаданных, от кого они были. А все опять же потому, что на первом месте не стояло священное писание. Вот житие святого Артемия за 20 октября, страница 450. Вы это записываете, а потом почитаете. «Чтобы унизить христианство, нечестивый Иоанн взял из раки, из гробницы, кости святого пророка Елисея, мощи которого когда-то человека воскресили, и мощи святого Иоанна Крестителя, кроме счастной его главы и правой руки, которые лежали в Севасте, и смешал их с костями животных, и нечестивых людей, сжег их, а пепел развеял по воздуху». И вот интересно, сжег, а пепел развеял. Это как будто бы сделали что-то великое. Ну, точно так же фашистских главарей, Нюрбинский процесс, когда казнили их, сколько там, 21, кажется, и сожгли, и пепел развеяли. А в Индии это считается за хороший признак. Такое, считаем, мы над Ла-Маншем развеяли сами в Индии, там над Гангом, сжигают и развеют, как Эдиру Ганди, Раджи в Ганде. Тут сразу же сколько вопросов. Возможно такое, чтобы со святыми мощами была произведена подмена, но нечестивые мощи. И откуда появилось в разных местах в мире до шести головы Иоанна Крестителя и более десятка его рук, все жаждали святыни, дохода от паломников, но не таким же способом. 11 июля чудо от мощей Эфимии Всехвальной. Страница 287. Патриарх Александрийский Диаскор и Евтихий Архимандрит Цареградский возникли богохульную ересь на Господа нашего Иисуса Христа. Они прельстили многих духовных имелем своим зловерием, монофизитством. Собрался поместный собор в Ефесе в 449 году. Разбойническое сборище, на котором святейший Флавиан, патриарх Цареградский исповедник благочестия, был убит на соборе. Тогда еще более укрепилась ересь и стала приниматься за правоверие. Истинная же вера православная стала отвергаться, как какое-нибудь зловерие. Кавычки открыты. В 716 по 741 год воцарился левый Саврянин и выдумал, страница 292, такую коварную вещь. Он пошел ночью со своими единомышленниками и попустил Христос к большему их осуждению, что злочестивый царь открыл гроб, вынул оттуда мощь святой Евфимии, а вместо них положил какие-то гнилые, вонючие кости, которые нарочно приготовил для этого и опять накрыл доскою, ушел, унесший с собой воровским образом течесные мощи. Ночью бросил мощи в море. Наутро царь стал смеяться, глумясь. Открыли, увидели все гнилые, вонючие кости, а в алтаре устроили отхожее место, туалет. Там слышались сквернословие и долго терпел Бог такие дела людей. Ну, сегодня, думаю, хватит. Это, я говорю о том, чтобы не было у нас веры в разные подделки. Я не знаю, у меня тут будет или нет, а тут еще самая страшная подделка была. Во времена Никиты Сергеевича Хрущева в России закрывались храмы, а изымалось все. И было изъято около 20 тысяч антиминцев. Антиминцы это плат, где изображено положение Господа Иисуса Христа во гроб. И там вшивается небольшая частичка мощи. А что там? Ноготь, волосинка там? Я не знаю. Но говорят, что это может быть? Отрезанная фаланга там, допустим, или маленький кусочек тела. Там оно высохшее все, конечно. Не знаем. пишут, а иногда и не пишут. Я спрашиваю батюшки, от кого он даже не знает. А два антиминца. Без антиминца служить нельзя. И поэтому надо подчиняться. Я уезжал когда из Америки в Синоде. Теперь уже тайны нет, рассекрещено все. Это было в 92-м году. Он сам антиминцы мне, а у них так вот как плакат носят веревочка. И так это на меня надел несколько антиминцев на грудь, чтобы я провез их в Россию. И я привез. Привез их. Поэтому когда сейчас решили объединять, не объединять, просто втаскивать в патриархию наших, то батюшки стали грозить это всюду там и синоды и потребовали сдать в епископ кажется за них все пошел антиминцы. Батюшка говорит, а я вас и не брал сдать. Чего я буду сдавать-то? Мира. А мира мне дали мазать мира. Его хватит на тысячу лет вперед помазать. Поэтому мы в них не нуждаемся. Вот говорит батюшка там на молитве подминает патриарха там воинство власти не знаю не слышал поеду сейчас потеряю переспрошу так ли это если так то сделаем все чтобы этого не было когда приезжают патриархийные тогда они поминают а у нас не было принято это патриархия не претендует да и она к нам не может претендовать мы с ней не соединялись никогда это нам не нужно а то господин наш который вообще неприемлем он ни одного дня моим господином не был хотя я за него молюсь тебе батюшка нравится там как произносится он же служил в патриархии ну и произноси а у нас это не было наша община образованная была не в лоне патриархии никакого отношения к тем возгласам не имеет вот это я попутно говорю чтобы помолились чтобы я лишнее не сказал потому что там метрополит будет как раз ну при нем я и не буду говорить я не против патриарха ну потому что этого не было и зачем нам менять что-то мы ничего не меняем как приняли мы образованы в лоне русско-православной зарубежной церкви РПЦЗ вот я сейчас отойду закрою и буквально через несколько минут минут и две начну начитывать на события дня за вчерашний день я многое многое упускаю не начитываю потому что вконтакте трудно самому я попробовал мне не нравится эта система а администрация не успевает сотни сотни разных отзывов и я ни одного не беру в течение года там ну может быть несколько десятков только беру поэтому это от счастья что я говорю но это от счастья как мне кажется отображает в общем общую картину делу божию что одна как-то спрашивает там есть такой еретик Олег Маленко Маленко он никакого отношения-то не имеет ни к православию ни никто с ним не имеет общения с кем он кем рукоположен он верит церковь называется Иоанна Богослова что Иоанн Богослов придет воскреснет ну то есть ересь и он отдельно образовал там все поносит и его его там прихожанка видимо спрашивает есть такое тут один Игнатий Лапкин он говорит похоже на вас и он на меня напустился и говорит еретик стопроцентный и о нем подробно пишет Амросий Юрасов архимандрит Ивановский патриархийный так вот теперь это в интернете выставлено его хула его блевотина этого Олега а все хватает и попы и все я говорю так это же еретик сказал ничего против сказал все это наш друг значит и вы такие птицы слетаются к подобным вот слетайтесь на эту блевотину но знают что он еретик из еретиков он не патриарха никого не признает все безблагодатные все еретики несмотря на это ну разве так можно уж так бессовестно обращаться со своей душой бессмертной кто бы не сказал но он сказал то травить на православного вот обо мне в прошлом году русская народная линия запросила как характеристику или отзыв когда она подал Роспотребнадзор местного алтайского митрополита московской патриархии митрополита Сергия Иванникова и он такую характеристику дал ну просто хорошую все ответил как есть ничего не прибавил и все и нападки буквально сразу в этот день сразу стали уменьшаться меньше и меньше митрополит встречаемся я у него причащался и тогда он тогда сейчас как рядовой видимо в Томской епархии Максим Степаненко и он это поместил у себя он крещение принимал у нас был он председатель или как называю руководитель миссионерского отдела хотя эти слова миссионерский отдел не принимаю но называю как он был но его снял свой тамасиновский Ростислав видимо у них он был тогда митрополит запретили за то что он сказал женщины которые наживают детей отдельно без мужа это на букву Б и прямо все произносят а можно произносить это слово церковнославянское оно в Библии поминается суесловие допустим в Библии прямо написано бледословие блядословие его за это слово там напустили женщины на таких-то 90% наверное в храме стоит на букву Б но его сняли и он на этот отзыв Сергия митрополита нашего нашего я его называю и он говорит посмотрите митрополит заступается за чужого то есть я не в патриархии же за чужого а тут свой своего до смерти дескать забивает дескать смотрите вот митрополит то написал Сергий то характеристику то он подходил ко кресту на прощенное воскресенье поблагодарил его он улыбается я говорю как умно составил и прочее что я исповедник проповедник твердых убеждений поэтому там что возраст достоин уважения а не поношения там и прочее ну то есть дружески на 100% дружески а до этого архиерей был конечно бы не дал он всячески против говорил но перед отъездом побывал в Патеряевке я говорю о Максиме Дмитриеве который был до этого епископ но убрали его когда стала образовываться митрополия и прислали вот такого митрополита Сергия Иванникова это я попутно говорю отключаю я вас бодрствуйте не давайте чтобы подмена была в умах да я к чему еще хотел сказать при Хрущеве когда изъяли 20 тысяч антиминцев а потом вернули и вопрос ставит там пишет кто но теперь когда вернули эти антиминцы то что в них предположение есть что там заложили мощи Ленина мощи потому что у него там у Ленина есть такой заголовок комсомольской правде много ли осталось Ленина когда его увозили загнивания были руку там ногу где-то не могли спасти отрезали восковое сделали и это сделали почему потому что это не просто бунтари были это сатанисты коммунисты пришедшие к власти масоны и поэтому их задача все осквернить и когда это предположение я прочитал уже взял это действительно могло быть да могло и поэтому получили обратно уже от советской власти не просто никому не нужные тряпки пишет он а именно сатанинское это ужасно одно это предположение что это может быть так должно запретить употреблять антиминцы которые побывали в руках безбожников это мое мнение личное мнение уже я добавляю все пока на этом я добавляю я добавляю я добавляю Продолжение следует...